Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о сборной России по футболу, которая находится в изоляции, которая не выступает в официальных турнирах под эгидой UEFA и FIFA, и с очень большим трудом добивается хотя бы товарищеских матчей. Вот сейчас вроде как сыграем с Ираном и Ираком, но при этом мы должны понимать, что товарищеские встречи это отдельная категория, и после даже вот этих матчей вряд ли стоит ждать того, что мы куда-то вернемся, и вернемся в какие-нибудь отборочные турниры или еще куда-нибудь. Для этого нам предстоит проделать еще огромный путь. Однако сегодня появилась еще одна интересная новость о том, что сборная России может принять участие в Кубке Центрально-Азиатской Федерации. Такие дела. Честно говоря, до сегодняшнего дня я и не знал, что есть такая организация, но таки да. Причем она существует под эгидой FIFA, под эгидой АФК, Азиатской Федерации, и таким образом здесь можно говорить об определенном, так скажем, дипломатическом успехе, если мы действительно пробьемся на этот турнир и сможем принять в нем участие. Давайте разберемся, что это за соревнование, как оно будет проводиться и стоит ли нам участвовать в этом Кубке. Итак, во-первых, что это за Центрально-Азиатская Федерация? В нее входит несколько стран, которые как раз-таки и находятся в сердцевине Азиатского континента. Это наши братские союзные республики из бывшего СССР, с которыми мы, кстати, уже играли в товарищеских матчах недавно. Валерий Карпин провел такое среднеазиатское турне, сыграв три матча. Плюс к этому тут будет Туркменистан, с которым мы пока что не сыграли, но которая страна также нам близка исторически. Все-таки бывшая тоже республика СССР. И плюс к этому, помимо наших братских республик, в этой Центрально-Азиатской Федерации есть еще Афганистан и Иран. В общем, здесь такая интересная ситуация, когда с одной стороны есть страны, которые нам, так скажем, близки, которые действительно являются для нас дружественными, так или иначе, и с которыми мы уже играли, встречи или сыграем, как в случае с Ираном. Которым, в принципе, как видимо, плевать на нашу блокировку и на санкции, которые введены в отношении нашей сборной. Однако тут же есть и Афганистан. Страна, которая сейчас, ну, как бы вообще застряла в дипломатическом плане между разными эпохами. Американцы оттуда сдриснули, пришли снова талибы, которых не все признают. И поэтому здесь не совсем ясно, как это будет выглядеть, если честно. Даже чисто технически. Кто будет представлять вот эту сборную в качестве официального делегата? Там кто-то из Талибана, что ли, приедет? Ну, тогда, я думаю, многие участники этого турнира могут нарваться на санкции очередные за то, что они с талибами футбол сыграли. В общем, здесь интересная ситуация может выйти. Но так или иначе. Это Центральная Азиатская Федерация существует. И она решила провести свой первый такой вот мини-турнир между своими участниками. И туда же, как видимо, пригласили Россию, ну, знаете, как в свое время на Кубок Америки. Пригласили ту же самую Мексику, которая относится к другой конфедерации. Не южноамериканские. Или Японию там, или Катар. Приглашали тоже на Кубок Америки. В общем, видимо, такой вот гость своеобразный. И вот здесь, с одной стороны, если турнир пройдет и не будет никаких проблем из-за участия Талибана, так скажем, организации, которую многие признают террористической, так вот, тогда, может быть, это и хорошо. То, что наша сборная сыграет, то, что она получит участие хоть в каком-то турнире, да, с дипломатической точки зрения это мало что поменяет, если смотреть на участников. Потому что, повторяю, с большинством этих стран мы уже играли или сыграем, как с тем же самым Ираном. Но здесь есть важный нюанс. Все-таки это турнир. И турнир, который проводится под эгидой федерации, которая входит в FIFA. И это может создать прецедент, и дальше уже мы можем надавить. То есть, сами по себе отдельно взятые матчи не так важны, как участие в самом турнире. И здесь очень важно понять, как он будет проводиться и какой у него будет статус. Потому что сейчас это дебютное первое состязание вот этого Кубка Центральной Азии. И здесь, если это будет просто товарищеский между собойчик, такой Кубок Содружества, ну, в принципе, это будет приятно, но не более того. Просто сыграем очередные товарищеские матчи в товарищеском турнире. А вот если это будет официальный турнир под эгидой FIFA, ну, это будет здорово. Это будет здорово, и это поможет нам хоть как-то сдвинуть с мертвой точки ситуацию. С другой стороны, это может сдвинуть ситуацию в не самую приятную сторону. Потому что все-таки Центральный Азиатский Кубок – это турнир, который относится к Азиатской Федерации, к большой вот этой семье азиатских футбольных народов. И здесь, ну, как видимо, если мы примем участие, это будет очередное телодвижение в сторону Азии, а не Европы, куда хотелось бы вернуться. И после этого в очередной раз пойдут все вот эти бесконечные экспертные мнения про то, что мы должны отправиться в Азию, нафиг нам UEFA не нужно и так далее. Но опять же, мы должны понимать, что вот здесь, допустим, с Центрально-Азиатскими странами все более-менее понятно. Здесь либо наши друзья, соседи и союзники, либо Афганистан, который сам находится в шатком положении, поэтому им как-то не с руки будет блокировать, например, сборную России и вводить против нее санкции. И поэтому здесь никто против выступать не будет. А если говорить обо всей Азии, то здесь и Австралия, и Корея, и ряд стран Юго-Восточной Азии, и Япония та же самая, в общем, страны, которые к нам настроены, мягко говоря, негативно. Поэтому сейчас, ну, ситуация на самом деле не самая однозначная. Мы можем получить, ну, какую-то надежду на то, что в Азии нас ждут, и в результате снова ломанемся туда, вместо того, чтобы восстанавливаться в Европе. И таким образом правильные ориентиры будут так или иначе сбиты.